мои хорошие здравствуйте меня зовут светлана вы находитесь на моем канале вязание свал ярд и посвящен мой канал вязанию спицами и крючком и сегодняшнее видео я хочу можно сказать так приурочить к моему дню рождения вот я себе сделала такой рукодельный подарок и съездила и сегодня на склад сегодня у нас пятница 15 число 15 января уже вечер у нас не знаю сколько часов 7 наверное наверно так может быть может седьмой час не знаю мы недавно приехали я долго думала что же мне купить себе в подарок и ничего у меня не придумала да если честно даже и не думала об этом я девочки набрала себе пряжи я не знаю насколько это покупка грандиозная закупка да но как сказать то ну достаточно большое количество по моему 19 упаковок если ничего не путаю сейчас посмотрим какие-то брала просто так для того чтобы это была упаковка потому что у меня я по-моему где-то говорила последнее время я стала замечать что у меня нет целых упаковок то одного моточка не хватает то там двух моточков не хватает и получается то что вот как я суперлану миди вывязывала да то есть получается что нужно что-то миксовать хотя вот эти таксистские свитера очень даже симпатичные получились вот приходится что-то миксовать думать соображать кумек это любое слово можно подобрать но тем не менее фантазия конечно разыгрывается но хочется иногда что-то однотонное поэтому есть тут пряжа который конкретно пойдет на процессы на какие-то проекты уже которые есть в моей голове и для того чтобы был запас да вот давайте пожалуй приступим я кстати покупала на складе в компании маха он на шевченко находится девочки я ссылочку оставлю там по моему вот туда можно физлицам насколько я знаю да то есть туда можно и юрлицам и физлицам и там по моему оптовые цены то ли от 7 то ли от 8 тысяч там на сайте написано да информация поэтому вы зайдите посмотрите кому интересно итак давайте пожалуй начнем у меня здесь есть и зимняя и демисезонная ниточка демисезонная это та которую можно носить зимой и летом в принципе вот для меня да и осенью весной естественно да в любое время время года и есть конкретно зимняя ниточка что я хочу сказать вот знаете сейчас сижу думаю блин вот нет бы что-нибудь выбрать что-нибудь там но я даже не могу представить что не знаю косметику или что 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 чтобы я себе еще могла на день рождения но не знаю что что-нибудь придумать нет все таки мне вот нужно чтобы было были либо инструменты либо пряжу но инструменты там я все-таки докупила закупила пряжу надо пополнять до инструменты взял и пользуешься пока не поломаешь пряжа все-таки извязывается я просто знаете подумала о ромке у него 12 декабря день рождения вот был да и он себе выбрал девочки клише профессиональное клише денежку примерно одинаковую что ромки на день рождения и я себе примерно такой же лимит установила да вот я еще с ним смеялась игру ромка вот смотри вот что значит да работать на себя в том плане что берешь все для работы и в итоге девочки ему вот эти клише там airbag srs клише для автомобиля да и две дудочки там где на клаксон на сигнал в общем да клише ставить когда перетягивает рули панели и так дальше думаю ну ёлки-палки вот нет бы выбрать что-то другое человек выбрал конкретно то что ему нужно для работы и вот у меня та же самая песня уже причем несколько лет подряд да давно уже так вот в общем ладно просуждали ничего я не вытаскивала из пакетов все упаковки лежат в кучке да поэтому я имею ввиду моточки в пакетиках поэтому давайте пожалуй начнем с того демисезонного так хотя тут и остальные можно приравнять демисезонной ниточки в общем девочки взяла я вот то что я достаю да вот одна упаковочка значит это одна упаковочка где 2 там будут показывать 2 ализе cotton gold вот эта ниточка вот этот очень красивый оттенок голубой да прямо очень нежный очень холодный голубой оттенок 513 номер цвета вот так 330 метров на 100 грамм и вот такие характеристики читайте сами чтобы уже не повторяться по 100 тысяч миллионов раз да вот большинство да многие знают эту ниточку здесь нарисованы игрушки амигуруми да что мы из них можно из этой ниточки вязать до игрушки но cotton gold у меня в любимчиках и это любимчики такие знаете плечевые изделия из этой ниточки вязать вот собственно говоря вот эту нить я брала ориентируясь на свою маму для того чтобы повторить нам с ней такие сарафаны сверху кокетка крючком сверху кокетка крючком а вниз идет сама юбка скажите чем спицами мы именно из этой нитки давно-давно вязали себе такие у меня был цвет ахаки у мамы был цвет 0 1 по моему молочный ли 62 или какой-то я не помню ну то есть вот сливочно-молочный какой-то я не помню просто из какого cotton gold она вязала и мы носили наверное года по три точно неубиваемая ниточка очень удобно вот и собственно говоря вот такой ей цвет маме понравился то есть я привезла показала игрумам пойдем смотреть собственно говоря вот вот эта ниточка я ориентировочно купила маме вот на такой сарафан буду просто на пол скидывать потому что другого варианта нет дальше снова alize cotton gold только на этот раз 382 оттенок очень красивый я не помню как он называется в палитре вот но он очень нежный он такой розово-бежевый очень красивый оттенок вот это дело так вот такой цвет 382 вот этот оттенок я взяла для себя я взяла для себя собственно говоря для того же платья я надеюсь что хотя бы в этом году понятное дело прошлым летом не было возможности малыш совсем был мелкий да я надеюсь что в этом году мы с ним будем газовать все-таки подачи и я загорю когда я загораю я в этом плане в папу пошла я загораю как шоколадка я прям смуглая смуглая становлюсь поэтому я надеюсь у меня давно такого эффекта не было уже несколько лет ну просто ну никогда первое лето скажем так с пузякой ходила второе лето андрюшка мелкий но третье лето ну вот посмотрим как оно получится вот и поэтому я себе купила вот такого красивого очень нежного нежного оттенка cotton gold или за cotton gold буду вязать это вот для себя да буду вязать вот этот вот самый такой же сарафан может быть какая-нибудь может быть ему там другие мотивы выберу но смысл примерно тот же самый вот упаковочка 5 моточков на меня поза глаза еще еще остается и вот этот здесь доставать не буду распаковывать девочки просто 55 оттенок белый цвет этот брала не для чего просто чтобы в загашники девочки чтобы в запасах просто был белый белый цвет я поняла что у меня не всегда есть возможность да взять если захочется белое что-то связать взять просто руку протянуть и вязать чаще всего надо их покупать вот 55 оттенок не буду открывать вот такие вот три упаковочки очень нежного оттенка вот голубенький такой пудровый и белый взяла так дальше это же не все поехали сейчас пока пройдемся по ализе ой цвет называется в палитре палитре в палитре называется коралл девчонки вот блин в палитре ализе называется коралл вот что поделать этого этой ниточки у меня ма пять моточков то есть ализе суперлана классик я эту нить очень сильно люблю не колется не убиваемая все с ней ясно и понятно голову мудрить единственное что только можно над немножечко над расчетами там регланчик посчитать или какой-нибудь узорчик в рисовать в какой-нибудь элемент на изделии поэтому понятная для меня нить я ее люблю ценю и уважаю я уже об этом говорила когда отвечала на вопросы тега 619 оттенок 280 метров на 100 грамм и 25 шерсть 75 акрил всем знакомо большинству практически девочек мастеров вязальщиц до рукодельниц мастериц многие с ней работают кто-то любит кто-то не любит девочки я отношусь к тому варианту которые любят цвет для меня не свойственный совершенно не свойственный но я сегодня попыталась мне это плохо получилось пожалуй наверное вот этот и еще может быть парочка хотя нет навряд ли найдется таких оттенков которые для меня не свойственны попыталась я сегодня взять то чтобы я никогда бы не взяла вот это бы я никогда бы не взяла но цвет красивый девчонки цвет красивый обалденный буду вязать это ни на какой не на проект это вот чтобы было это на пополнение запасов так мне вот захотелось чтобы у меня как можно больше было вариантов и возможностей вот лишь говорю протянуть руку и вязать так 1 пошел да то есть я не буду из суперланы дальше девочки тоже открывать не буду смысла не вижу просто белый опять-таки просто белый оттенок суперлана классическая 55 номер цвета просто ничего особенного открывать не буду целая целая упаковочка да вот просто будет упадет запас дальше вот эту красоту девочки я взяла себе суперлана классик тоже 141 оттенок тоже многим известный василек ну что я хочу сказать девочки что я хочу сказать у меня когда-то даже по моему в инстаграм где то есть такие фотографии боже мой какой же это классный красивый цвет как же он мне нравится он очень яркий он очень красивый он прям вообще он просто вал вот по мне как я я не знаю как еще выразить эмоции мне безумно нравится вот такой вот оттенок я что хочу сказать когда-то давно давно лет может быть не знаю сейчас 21 да ну лет 5 назад наверное это был 16 или 17 17 год я себе вязала из такого же оттенка из крохи вязала себе очень простой джемпер с открытым со спущенным плечом даст в с большой горловиной просто вот там была ажурная резиночка сверху и все то есть по горловинке остальное там я уж не помню как я обрабатывала края и мне очень нравился эффект когда я ходила то есть у меня были такого светло-бежево телесного молочного не знаю телесного от такого оттенка кожаные лодочки до на высоком-высоком у меня все какие-то каблуки там что-то 15 ой 15 боже мой 11 или 12 сантиметров то есть вот прям на высоченном каблуке до лодочки шпильки у меня была такого молочного бежевого оттенка юбка карандаш классическая и вот этот вот джемпер сверху девчонки мне так нравилось ходить так мне вот прям вот безумно сочетание вот этого бежевого и василькового даже я бы сказал не бежевого молочного да молочного светлого оттенка молочного но вы знаете с чем я столкнулась я же как зацепила этот джемпер девочки я в нем так разочаровалась елки после этого я ниточку кроха не покупала вы знаете как он давай скатываться боже мой я он у меня через некоторое время я вот даже сезона не относила да через некоторое время он мне пришел в такой ненадлежащий вид что я как-то в один прекрасный момент его постирала посмотрела и все и не сломали сказала грумам день его куда-нибудь я не знаю может быть отдать куда-нибудь или распустить там коврик связать в общем я настолько я не угадала для повседневной носки пряжу но на тот момент я как-то ну если честно не задумывалась то есть ну почитал там по-моему 20 шерсти 80 акрил что-то такое я не помню в общем состав но цвет вот мне прям запал в душу с тех времен поэтому я решила что я себе свяжу такой же джемперок такого же оттенка только из нитки неубиваемый из супер ланы классик то есть вот это вот упаковка на мой конкретный джемпер вот прям для как вот уже вот конкретнее быть не может джемпер для меня вот поэтому вот упаковочка целая я сегодня довольная последнюю упаковку со склада взяла и вот довольно счастливая поскакала на выход так дальше новинка оттенок такой неоднозначный он может подойти как девочкам так и мальчикам называется он в палитре лунный камень 600 какой-то там 600 девяносто восьмой оттенок очень на первый взгляд простой оттенок никаких тут нету вот он просто ровненький никаких тут нету ни вкраплений ни ощущения того что это там меланж какой-нибудь да или еще что то такое ничего подобного тут нет но есть очень 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 симпатичный блеск такое ощущение что это серебро видите немножечко чуть-чуть очень деликатно очень так он какой-то такой светло-серо-голубой что ли я не знаю как оттенок этот назвать как этот вот ну по-русски скажем так ну вот если в циферках то это 698 если в палитре то это лунный камень как на самом деле светло-светло-светло-светло-серо-голубой я не знаю стальной может быть может быть может ну или серебро ну как то вот вот так взяла упаковку тоже естественно взяла для того чтобы ну вязать вязать джемпера вязать джемпера и я так думаю что возможно это будет роману джемпер да ну я ну может быть и нет потому что я же говорю такие вот оттенки что для девочек что для для мальчиков подходит ну мне кажется да то есть такие равна равнозначные равнозначные что в общем мысля у меня приходит что и я смогу такой цвет носить и рома вот так в общем вот такой еще упаковочки суперланы классик на этом все к суперлане мы еще вернемся немножечко другой да разновидности но поехали дальше девочки это же еще не все дальше тоже моя любовь любовная это лана коттон ализея лана коттон бежевый оттенок то ли он песочный то ли как-то называется вот такой очень спокойный красивый достаточно то есть сейчас такие оттенки они не то чтобы популярностью пользуются но я вижу очень многие во первых вяжут во вторых в принципе носят и не только вязаные изделия там куртки еще каким-нибудь шапки там ну все что угодно да очень много таких песочных бежево песочно бежевых оттенков 262 оттенок по-моему бежевым просто называется в палитре ализея лана коттон вот такой вот это у меня здесь они 50 граммовые моточки 160 метров на 50 грамм ну соответственно здесь пол килограмма вот упаковочка буду буду вязать я вот пытаюсь знаете как-то сделать так чтобы сильно не отсвечивалась лампочка да лампочка в упаковке вот такой вот оттенок девочки купила так вот дальше не свойственный для меня оттенок чтобы я вязала допустим что-то на себя но я хочу вязать что-то на себя девчонки красивущий лиловый цвет 166 давайте так уже доставать не буду 166 оттенок лана коттон или достать вот у нас все освечивая девчонки буду доставать не я не знаю мне всегда пакетики вкусно очень шуршат поэтому вот так девочки он прям такой сиреневый и розовый тут что-то есть от розового оттенка оттенок холодный очень симпатичный вот это же говорю вот это для меня оттенок не свойственный вот буду вязать вот такая красота девочки тоже упаковочка ну а следующий вообще вот прям просто вот я не знаю это не свойственный а следующий я вообще не представляю что с ним делать тут смотрю на него сейчас улыбаюсь думаю ну где-то мои глаза были нет ну вообще цвет красивый очень красивый на мой взгляд но я не знаю что с него что с ним делать вот такой вот оттенок девочки это чего 393 вы его в принципе видите правильно он даже через пакетик передается доставать можно не буду вот такой персиково-розовый цвет ну вот это конечно я не знаю что я из него смогу связать может быть какой-нибудь трум-пум-пум трум-пум-пум ну я не знаю даже что возможно какой-нибудь джемперочек ну с косичками там с переплетениями если терпения хватит на это да возможно вот это дело и пойдет на джемпер потому что ну вот правда вот это я прямо девчонки в пня въезжаю правда но взяла я же говорю попробовала все-таки дать себе установку что света бери то что никогда бы раньше не взяла вот и взяла будет время подумать я конечно же прямо сейчас не кинусь из него вязать потому что в принципе оттенок очень симпатичный он очень нежный он такой пудрово-персиковый что ли что-то вот что-то такое вот теплый оттенок поэтому посмотрим подойдет он мне или не подойдет но вот купила купила целую упаковку ну в конце до концов может быть что-нибудь с чем-нибудь это соединю дальше девочки а вот дальше это ж такая красота красивая девочки вот это прям понимаете мое две упаковки не одна две я вообще брала этот оттенок для романа я не смогла выбрать я хотела брать 240 что-то какая-то пожеваная этикетка блин другую достану девочки другую другая тоже пожеваная кто-то жевал а безболезно в общем ладно я выбирала эти ниточки для романа я же сережки связала из из лана голд да классической серии сережки связала же свитер роме понравился я говорю рома все-таки давай я тебе вот хочу кардиган не то чтобы свитер да а хочу связать ему кардиган кардиган возможно платочной вязкой с капюшоном с большими накладными карманами с такими брутальными пуговицами рома такое девочки не носит понимаете вот совсем не носит но то есть он у меня такой ближе все-таки классику в одежде предпочитает но классику уж никто не отменял это же дело я говорю рома вот представь девчонки ну вот вы я не знаю напишите напишите правильно у меня мысля работает или неправильно в том направлении или нет вот смотрите вот я как думаю вот допустим какие-нибудь кеды либо это будет классическая обувь какие-нибудь обалденные на шнурке ботинки да туфли мы сейчас говорим про весну про весну потому что это ни в коем случае не под верхнюю одежду это вместо верхней одежды да вот кардиган где-то может быть чуть выше колена попу закрывает это точно то есть до середины бедра да так это можно сказать вот платочной вязкой с капюшоном с рукавами с карманами с большими пуговицами у меня есть пуговицы бочоночки может быть подойдут и вот хочется вот туфли допустим джинсы футболка по фигуре да и вот это дело сверху ну почему нет сел в машину прыгнул да поехал там с людьми встречаться в конце-то концов я думаю что говорят же по одежке встречают я думаю что в любом случае народ будет внимание обращать и складываться будет вполне положительное впечатление еще до знакомства да до того как начнут общаться вот а так как по работе сейчас роман с разными людьми и в общем и рули перешиваем да то есть и автомобили администрации и и всяко разно да то есть люди обращаются поэтому работаем то есть надо же чтобы да все это дело ну мне так всегда казалось что все таки впечатление должен производить да человек вот в общем я хотела взять вообще двести сороковой оттенок такой он коричнево ну посмотрите в интернете если кому интересно у меня просто моточки есть парочка осталось но они у меня дома лежат вот двести сороковой думаю куплю пару упаковок двести сорокового и будет счастье мне и ромке будет красиво девочки когда я увидела вот этот оттенок я блин забыла нет во первых двести сорокового не было то есть по скажем так по сайту по наличию он числился в наличии его не было либо просто куда-то положили я не нашла девочки я не смогла пройти мимо это настолько обалденно это сто восьмидесятый оттенок это настолько красивый и вкусный оттенок что я решила грешным делом так что если вдруг роман вот этот оттенок не выберет я возьму ему еще там ну как сказать на ну чтобы был выбор да если он не выберет то это будет мой кардиган я вот влюбилась в этот оттенок меня даже нисколько не смутило что это лана голд я даже рада что это лана голд у меня будет еще одна дополнительная возможность познакомиться с этой ниточкой девочки купила купила довольно это вот пожалуй та ниточка да которая у меня прям вызывает тихий восторг и из которой я очень сильно хочу начать работать девочки таких упаковок две двести сорок метров на сто грамм да и там сорок девять шерсть пятьдесят один акрил рома сказал цвет обалденный но если дорогая он тебе нравится значит бери себе и вяжи вот девочки это я дело уберу уберу и покажу следом нить которую я купила как вариант чтобы была и по по скажем так по цвету и по толщине нити девочки еще я взяла супер лана макси двадцать пять шерсть семьдесят пять акрил сто на сто оттенок сто восемьдесят два девочки и вот именно этот оттенок он достаточно сложный то есть он такой то ли он потому что видите он как неоднородный оттенок сто восемьдесят два и вот супер лана максим вот именно эту нить выбрал рома выбирая между лана гольд и супер лана он выбрал вот эту нить, он говорит, она помягче, она потолще, то есть толстенная такая нитка, спицы рекомендуют 8-10, но я, скорее всего, буду либо на семерке, либо на восьмерке вязать, а лучше, наверное, на шестерке, потому что это будет у меня, я повяжу образцы, это будет платочная вязка, скорее всего, да, поэтому мне, она такая прожорливая, поэтому как бы мне еще не докупать еще одну упаковку, но это не проблема, также могу, ну, я думаю, что в Махаун поеду и докуплю, вот, девочки, две упаковки вот такого серого обалденного красивого цвета, девочки, вот эта нить пойдет вот именно на такой кардиган платочной вязкой, вот о котором я говорила выше, чтобы это было именно вот с капюшоном, там, чтобы это вот, так как вот у меня в голове, девчонки, я же говорю, как я вот начинаю рассказывать свои планы, у меня вот в голове всегда ляпота рисуется, понимаете? Всегда это красота красивейшая, вот, да, да, и, кстати, по поводу слова лепота, мне один раз там написали не ляпота, а лепота, слово там, вот эти девочки, я знаю, я знаю, но я вспоминаю отечественный фильм ляпота, поэтому, девочки, ляпота, вот, буду вязать, девчонки, вот это дело мне нужно начать, начать и закончить, все как обычно, да, это нужно будет мне как-то ухитриться так, чтобы он, там, март-апрель уже все это дело было связано, то есть, две упаковочки серого оттенка буду вязать, вот этот цвет выбрал Роман, но вообще, если честно, я же говорю, я хотела просто взять 240-й Лана Голд и все, и без вариантов, а получилось, вместо двух упаковок взяла 4 и вот Суперлана Макси и Лана Голд, классическая, получилось, что и мне, и себе взяла, и Роману взяла, так, дальше, еще одна, всего лишь одна, почему одна, потому что я себе там выписывала три, а из того, что я себе выписывала, цвет был только один, всего остального не было в наличии, это альпака Ройл, нравится мне с этой нитью работать, нравится мне пакетики рвать, вот, нравится мне с этой нитью работать, 152-й оттенок, вот такой бежевый, очень красивый цвет, очень красивый, в альпаке Ройл он смотрится еще более натуральным, еще более таким каким-то самобытным, вот, потому что 152-го оттенка практически во всех артикулах имеются, да, они 250 метров на 100 грамм, цвет 152, и у нас по поводу характеристик они вот такие, 4-5, но я вот альпаку вяжу сейчас на спицах 4,5, я думаю, в следующем видео я вам покажу, да, по процессам, работаю я сейчас с этой нитью, там 21 оттенок серый, вот, на этот раз взяла вот такой вот бежевый, и я думаю, что потом все-таки еще съезжу, докуплю, вот, съезжу, докуплю, на Есенина я никак, моя душа не захотела туда ехать, вот, вообще, вот, прям, я не знаю, с чем это связано, но нет, и все, у меня там все-таки, у меня даже машина в ту сторону не ехала, поэтому пробки там были в ту сторону, и я решила, что с это будьба, вот так, тоже как в фильме говорится, да, это судьба, туда не ехать, вот, девочки, с Ализе, пожалуй, мы закончили, осталось у меня совсем немножко, большую часть своей покупки, я вам показала, и осталось у меня красота тоже красивущая, ну, это Ярнарт, мы же тут у нас запаянные пакетики, нет, знаете, что, сделали как в Ализавете, как просто, обычно они запаивают, вот, и все, и не посмотришь, ничего не сделаешь, нет, упаковочка, Сразу вот такой желтенький желточек, 586 оттенок, девочки, Мерина Делюкс, очень нравится эта ниточка, вот такой вот желтый оттенок, я не могу сказать, что это прям желток-желток, это просто желтый цвет, Такой какой-то он холодно-теплый, то есть при освещении, при вот таком искусственном освещении, да, на камерах, может быть, он смотрится более желтым, он такой, как немножечко с льдинкой, То есть не так, чтобы прям вот, прям желтый-желтый-желтый сильно, да, но он достаточно яркий, и причем, я же говорю, здесь холодного оттенка больше, по крайней мере, вот при дневном освещении так, При дневном я имею в виду про, господи, про лампы дневного света, как будет на улице, я не знаю, вот, здесь вот выглядит вот таким образом. Упаковка, когда я покупала эту пряжу, я думала про всех подряд, и про Романыча, и не про Романыча, про всех подряд думала. Что из этого я буду вязать, я пока не знаю, но у меня этого целая упаковка, и я этому несказанно рада. Так, 586 оттенок. Давайте я вам скажу, здесь 280 метров, это как, знаете, как Суперлана классическая, только здесь больше содержания шерсти. 280 грамм на 100, 100 грамм 280 метров, и здесь ровно 50, 50 акрил, 50 шерсть, то есть здесь, ну, хитрит, мудрит, ничего такого не нужно. Дальше, очень-очень-очень-очень, девчонки, красивущий оттенок, помните, я же говорила, что у меня с голубыми оттенками как-то у меня проблематично, у меня все какие-то ягодные, красные, там еще какие-то, вот. Но с голубым прям совсем беда, 215 оттенок, еще один я, кстати, оттенок не нашла, думала темно-синий брать, очень красивый такой королевский синий, не стало темный, хотя давно хотела себе связать из такого цвета, именно темно-темно-темного, граничащего с черным, просто простой джемпер лицевой гладью. То есть, ну, видать, в следующий раз, да, когда Альпака Роял появится, я думаю, что я еще, ну, съезжу, Ромка, мы сегодня смеялись, я говорю, Рома, я себя набрала, год ездить теперь не буду, он как, давай хихикать, я говорю, ты что, груха, хочешь, он говорит, ну, ну, ты, говорит, себя-то слышишь вообще, нет, ты вообще в это веришь, нет, не верю, честно, не верю, девчонки, я думаю, что я еще туда поеду, ну, потому что, потому, потому что мне там, мне там понравилось в Махаоне, мне там понравилось, что меня пустили на склад, я ходила там, выбирала, довольная, счастливая, вот, такие вот дела, в общем, девочки, 500, 215 оттенок, Мерина Делюкс, буду вязать, возможно, чем быть, Роману сейчас вяжу, потому что вот оттенок очень красивый, такой прям чистый голубой, без всяких там этих, в общем, девочки, я довольная, я довольная, голубой вот такой оттенок есть. Дальше, ой, дальше есть вкусняшка, уже такой с новой упаковочкой, да, нет, ну, отсвечивает, приходится открывать, ладно, буду открывать, что такого-то, они же нормально запаянные, да, и потом цвет брусника. В палитре называется брусника, какой же это вкусный ягодный оттенок. Я, когда на этот оттенок смотрю, мне хочется чем-нибудь сожрать, ну, в том плане, что захомячить чем-нибудь хочется, в том плане, какую-нибудь ягодку, я вот о чем, да, ну, он реально ягодный, или, или что-то вот. Ой, я не знаю, у меня в голове тысяча сразу всего пролетело от какого-нибудь ягодного йогурта до какого-нибудь мороженого, это как минимум, то есть, ну, там, естественно, где-то там мелькали еще свежие ягодки, это без этого никак. Так, точно так же Мерина Делюс 50, оттенок ягодный, цвет 570, 570, те же самые характеристики, 50 шерест, 50 акрил, 100 грамм, 280 метров, и вот такие вот технические характеристики, увидите, не увидите, давайте будем смотреть внимательнее. Спицы 3,5 миллиметра, крючок 4, и вроде как, ну, смотрите, по толщине лайт написано, ну, легенькая такая, как сказать, толщина, да, легкая толщина, вот сказал-то. В общем, средняя толщина, серединка, да, то есть, по, именно по скрутке, вот эти вот моточки, они, вот эти цифры обозначают, насколько тоненькая ниточка, это серединка. Скажем так, не толсто, не тонко, вот, брусничный, брусничный оттенок, и я довольная. Вот, раньше я в основном как-то работала в основном с Суперланой, Ярнарт, он, там очень много оттенков появилось, поэтому я, конечно же, на Ярнарт накинулась в этом плане, Мериной Делюкс, нравится мне с ней работать. Работала не так много, но я эту нить, ну, к ней хорошо очень отношусь. И последняя, девочки, последняя, ну, в моем случае, девятнадцатая упаковка, да, ох, пятьсот одиннадцатый оттенок. Видите, что-то меня на такие бежевые оттенки прибило. Это вот, знаете, у меня, наверное, после пинского акрила, вот как у меня песочный вот этот заканчивается, бобинка уже там, да, там осталось. Ой, вывязала практически уже все. Так что я вот как-то вот на этот песочный оттенок, мне нравится, как он смотрится, ну, в моточке симпатично, понятно, но мне нравится, как это смотрится в изделии. То есть достаточно стильно, достаточно симпатично, вот, практично, я бы сказала, подходит к многому, к многим цветам джинс. Это я сейчас про Романа исключительно, да, то есть это прям, он любит такие оттенки и к голубым, к светлым, и к темным, и к черным, каким хотите, в общем-то, собственно говоря. Такие есть в гардеробе, да, и девочкам тоже очень хорошо этот цвет подойдет, и деткам подойдет 511 оттенок Мерина Делюкс 50. Пожалуй, все. Вот я сейчас смотрю себя так, обсматриваю со всех сторон, девочки, пожалуй, все, что хотела я вам сегодня показать. Я постаралась сделать это побыстрее, буду сейчас это все делать домой, не понесу, сложу в пакеты и поставлю, наверное, где? На кухне, наверное, поставлю, мы здесь не пользуемся кухней, поэтому она там стоит и ничего не делает. Поэтому пусть будет, пусть хранит, охраняет мою пряжу, чего она стоит и ничего не делает, да? Вот, поэтому я туда сейчас это дело все соберу, поставлю, и нехай оно там стоит до тех времен, пока я не возьмусь из этого вязать. Но я что хочу сказать, вот из этого дела, вот из этого дела я начну вязать образцы, поэтому вот Суперлану Макси как минимум один моточек я себе оставлю и никуда это девать не буду в самое ближайшее время, потому что мне нужно наряду со всеми остальными процессами начать еще вот это дело вязать. Вот. Ну что, мои хорошие, я надеюсь, что вам было интересно посмотреть, чем же пополнился мой запас пряжи, да? Я надеюсь, в феврале, мне само интересно, потому что сейчас так договорю мысль, прыгает мысль, я надеюсь, что я в феврале смогу отснять видео по поводу того, что же есть в загашнике, да? Что есть в запасах, потому что я нахожу моточки в самых неожиданных, удивительных местах. То есть я, допустим, беру, он у меня один, я начинаю кручиниться, вот, допустим, мне надо Ангора Голд 2 мотка, да? А он у меня один, а цвет подходящий, и я начинаю переживать, а потом лезу куда-нибудь, там, чего-то там мне вообще другое надо, и нахожу точно такой же оттенок, понимаете? Целый моток. Поэтому вот чтобы как-то навести порядок, мы здесь еще сюда полочку одну будем делать, да? Рома уже все посчитал сюда в мастерскую, поэтому как только в мастерской здесь более-менее оборудуем, да, и я смогу все-таки перебрать свою пряжу, чтобы я понимала, что где, вот, потому что я чем-нибудь куда-нибудь брошу, мама это подойдет, положит на место, а я потом не то чтобы не знаю, где это, но... Ну, мы сейчас, получается, вдвоем следим за моей пряжей, поэтому не всегда это удобно в том плане, что потом либо она ищет язык на плечо, либо я, то есть мы такие две такие умные мани, ну, что делать, вот. Это ничего страшного, но вот тем не менее. Ладно, девочки, буду заканчивать свое видео. Вы знаете, что хочу сказать? Будьте здоровы, живите богато. Чтобы вот это ваше богато было и в духовном плане, и в финансовом плане, чтобы было стабильно и в здоровье, и во всем, во всем. Чтобы у вас жизнь была, понимаете, полной чаши, чтобы это дело все переливалось, вот прям через край переливалось. Вот это вот, не знаю, пусть это будет какая-нибудь чистая студеная вода, которая будет просто очищать и не давать чему-то плохому заползать в вашу жизнь. Девчонки, берегите себя и близких, здоровье, как я говорю последнее время, чтобы богатыри обзавидовались. Вяжите из всего подряд. Девчонки, бобины значит бобины. Блин, акрил значит акрил. Турция значит Турция. Наша российская пряжа, да любая, вяжите из дорогущей, из бюджетной, из той, которая греет вашу душу и вас. Из той, которая заставляет вас улыбаться, из той пряжи, которая заставляет вас представлять какие-то изделия, что у вас там в голове рождаются какие-то чудесные картинки, и вы это потом своими ручками, путая петельки, ниточки, да, просто воплощаете в жизнь. Девочки, приносите себе удовольствие через небольшие такие радости, которые есть в жизни каждой вязальщицы. Правда. Хочется повязать? Отложили все. Сели 20 минут, помедитируйте. Попой диван придавили, чтобы он никуда не ускакал. Все. Ножки там поджали или наоборот на стульчик напротив выпрямили. Сидим, вяжем. Все. Все занимаются своими любимыми делами. Мама вяжет. Мама или там бабушка вяжет. Не трогайте. Все. Поэтому вот, знаете, чтобы вот было побольше таких моментов, когда мы можем дать себе отдых. 10-20 минут, конечно, это не очень много, но если очень хочется, то можно. Даже если вы выполняете какую-то серьезную работу, да. Я о чем это все хочу сказать? Чтобы вы самостоятельно себя в рамки не загоняли, девчонки. Ой. Лирическое отступление. Вот знаете, как с людьми пообщаюсь, да. И я же начинаю понимать очень четко. Мне это прям вдруг становится ясно, как белый день, понимаете. Понимаете, что никто, никто, ни одна живая душа, вот даже вот по себе, да, вот если по своей жизни смотреть, да, никто, кроме меня самой, меня в рамки не загоняет. Понимаете? У любой ситуации есть две стороны медали. Есть две, а еще грань. Не забывать. Три, как минимум. На одну и ту же ситуацию можно вообще смотреть, на 360 вокруг нее ходить, понимаете, по кругу и смотреть, выдумывать разные ситуации, пути решения, да. Никто, кроме меня самой, мне крышку люка, простите, в танке не закроет надо мной, понимаете. Только я копаюсь и сижу. Я сама. Вот так подумаю, думаю, господи, да, по факту-то людям-то, вот они мне чем-нибудь такую, какую-нибудь ситуацию меня поставили и забыли. Все, им пофигу, они, простите, занимаются своими делами. А я там начинаю. Боже, а это как, а это как, понимаете. Вот хочется, чтобы каждый из нас, и я в том числе, вот я, да, про себя, и я в том числе, чтобы каждый из нас, блин, не закрывал эту крышку люка в танке. Вот серьезно. Своими собственными руками. Поэтому, девчонки, я, что хочется, вот правда, вот это вот все, чтобы вот побольше свободы, побольше свободы и поменьше рамок. Конечно же, в разумных пределах, да, и порой это таких мелочей, правда, касается, когда хочется повязать, сядь и повяжи, и все. Я же говорю, давай не диван, на то он и диван, да, чтобы вот попой придавливать. В общем, наверное, все, что я вам хотела сказать, девчонки, ну вот захотела поделиться своими мыслями. Поэтому покупайте, радуйте, свяжите, творите, вытворяйте. Девчонки, я с вами, а вы, и я этому безумно рада, со мной. Люблю вас всех, очень крепко обнимаю, нежно целую в обе щечки. Девочки, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok